Десятая лекция по дисциплине железнодорожной станции «Узлы» на тему «Разъезды и обгонные пункты». Для скрещения и обгона поездов на однопутных линиях сооружаются разъезды. В зависимости от характера работы они делятся на разъезды для скрещения с остановкой и для безостановочного скрещения поездов. Для пропуска необходимого числа поездов по участку и обеспечению безопасности их передвижения, а также отцепки и перецепки вагонов, железнодорожные линии делятся на перегоны, это участки пути, отделяемые друг от друга раздельными пунктами. Различают раздельные пункты без путевого развития и с путевым развитием. К первым относятся путевые пассы и проходные светофоры, вторым относятся разъезды, обгонные пункты и станции. Разъезды служат для скрещения и обгона поездов на однопутных линиях, обгонные пункты для обгона поездов на однопутных линиях. Виды станций. Станции делятся на сортировочные, участковые, грузовые, пассажирские и промежуточные. Разъезды это раздельные пункты на однопутных участках, обгонные пункты на двупутных участках. По расположению прямотправочных путей разъезды бывают продольного и полупродольного и поперечного типов. Типы разъезда определяются категорией линий, размерами движения, длиной станционной площадки, планом и профилем линий по подходе. Разъезд с продольным одностроенным расположением прямотправочных путей дает возможность увеличить пропускную способность прилегающих к перегону за счет уменьшения интервала скрещения поездов. Разъезд такого типа применяется для пропуска длинносоставных поездов. Эти разъезды легко переустраиваются также для безостановочного скрещения поездов при незначительных капитальных затратах. По объему и сложности работы станции бывают вне классных и 5-6 классов. К 5 классу относятся разъезды и обгонные пункты. Обгонные пункты сооружаются на двупутных линиях, в основном для обгона поездов, а в отдельных случаях для выполнения с небольшим объемом грузовых операций. Рисунки 5 и 2 показаны схемой обгонных пунктов. А. Поперечного Б. Полупродольного В. С одним обгонным пунктом Для обгона поезда укладывают по одному обгонному пути в каждом направлении движения. Схема с поперечным положением обгонных путей, рисунок 5 и 2, основная, требует минимально допустимой площадки. Основной пункт со смещением расположения пути применяется в зависимости от местных условий. Рисунок 5 и 2 Б. От местных условий На линиях с небольшим размером пассажирского движения, в сложных топографических условиях, могут сооружаться обгонные пункты с одним обгонным путем. Рисунок 5 и 2 Б. Один обгонный пункт. Для перевода движения с правильным пути на неправильный укладываются диспетчерские съезды в обеих концах обгонного пункта. Съезды у нас вот. Съезды. 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 Съезды.